Всем привет, дорогие друзья, с вами Фростик, и сегодня я бы хотел поговорить об обновлённом шои. Это, на мой взгляд, самый лучший способ записи видео с экрана Android-устройства, и это приложение записывает видео практически без потери качества при правильных настройках, отлично записывает голос, есть достаточно много интересных полезных функций, и к тому же это приложение бесплатно. Маленькая предыстория. Приложение было раньше на бета-тестировании, примерно год, даже больше, и вот буквально недавно была рассылка уведомлений о том, что оно стало доступно в Google Play. При этом оно глобально изменилось, и все постоянно спрашивают, как на нём снимать видео. Приложение полностью называется ShowItv. Можно сказать, что это некий аналог Твича на ПК, только на Android-е, то есть здесь можно записывать видео, выгружать их на сервера, можно стримить, так же как на Твиче, и всё это можно смотреть с телефона, также есть подписчики, лайки, прочее-прочее, то есть на ваших экранах сейчас кто-то играет в GTA-шку, 600 человек его смотрят, лайкают, и всё это проходит в прямом эфире. То есть достаточно интересное приложение и достаточно интересный сервис, у которого действительно огромное будущее. И вот сейчас, после того, как его добавили в Google Play, оно глобально изменилось в плане того, что, например, раньше вот здесь сверху были все настройки, то есть стримов, записи видео и так далее. Сейчас здесь ничего нет, кроме включения-отключения уведомлений и всякой прочей лабуды о самом приложении. На данный момент, так как запись идёт, думаю, что вы видите с экрана, вот уже 2 минуты, я не могу показать, как это всё реализовано, но если вы установили обновлённую версию этого приложения и не знаете, как начать запись, то нужно нажать на тот самый кругляшок, где у меня сейчас показывает время, и здесь будет выбор стрима, зеркало или начать запись. После того, как вы нажимаете, у вас открывается диалоговое окно, и там же вы выбираете настройки, в которых вы хотите записать видео или стримить. По сути своей просто оптимизировали приложение под Material Design, что, в принципе, уже все популярные разработчики давно сделали со своими продуктами, и вот сейчас это сделали и для шоу. Не могу сказать, удобно это или нет, хорошо или плохо. Одно скажу, что всё выглядит замечательно, современно, бодро, хорошо оптимизировано, никаких лагов, никаких претензий нет. И, в принципе, ссылка будет в описании под видео, потому что раньше это было невозможно, шоу, и можно было скачать только на FOP, да, и на каких-то там популярных источниках в интернете, а сейчас же он есть в Google Play. Также стоит отметить то, что шторка уведомлений совсем не изменилась, то есть здесь быстрая панелька остановки и паузы, и, в принципе, отсюда можно начинать записывать или останавливать, но я заметил один баг. Так, если вы закрываете через шторку уведомлений приложений, то есть не нажимаете на крестик, то потом приложение не запускается. Не знаю, с чем это связано, я это заметил уже не на первой прошивке, именно на моём телефоне. Если таким образом закрыть приложение, то оно потом тупо не запускается, как бы вы ни пытались, приходится перезагружать устройство, в моём случае это мой телефон, а потом оно начинает заново запускаться и записывать видео. Вот такой вот достаточно странный баг. В принципе, на этом у меня всё. Записывайте видео через это приложение, пробуйте. Если у вас что-то не работает и какие-то ошибки, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Также же вы можете задать мне вопрос в любой из социалок, ссылки также в описании под видео. До новых видео, пока-пока.